Он родился и вырос в Самаре, но о том, что однажды этот край захватит все его мысли, не мог и предположить. Когда художник Алексей Баканов впервые взялся за работу над картиной с самарским акцентом, понял, как мало знает о родном городе. Так и начинался путь в проект «Самарская летопись». Я понял, что я ничего не знаю. Очень мало. То есть какие-то поверхности абсолютно, там вот филармония, вот драмтеатр, вот костел, кирха, тут вот, значит, храм, в котором меня крестили, вот так мало все. А когда ты начинаешь открывать, она уже не отпускает. Это неисчерпаемая. Ширяевские пейзажи, какими их и увидел Илья Репин во время своей волжской экспедиции. Кое-где, кстати, изображен и сам автор знаменитых бурлаков на Волге. Все эти полотна Александра Баканова сегодня выставлены в областном художественном музее в рамках выставки, посвященной 170-летию губернии. Здесь же фото старой дореволюционной Самары из коллекции Сергея Рудняева. Каким был город в конце 19 века, сегодня приехала посмотреть и глава Самары Елена Лапушкина. Я всегда в том, что здесь, этого ничего нет. Это Калмыцкий остров. Надеюсь, что все те люди, которые приходили сюда, узнавали много нового о нашем городе, узнавали детали, которых они раньше не знали. И в очередной раз проникались с чувством того, что, в общем-то, Самара – это действительно уникальный город. Самара – интереснейший город. Самара – город с богатейшей историей. Но и эту выставку пока не закроют. Из-за многочисленных звонков и обращений экспозиция будет доступна зрителям еще 10 дней. Мне, как человеку, который родился и живет в Самаре, очень приятно видеть такой интерес к нашей истории, к нашей природе, к нашей культуре. Видно каждого человека. Видно старую Самару, видно ее прошлое. И очень хорошо видно, как жила раньше Самара. Она очень изменилась, очень понравилась. У нас еще есть 10 дней, чтобы сюда приходить, любоваться полотнами Александра Альфовича Баканова, видеть работу Сергея Федоровича Рудняева из собрания. И, собственно, это повод – прекрасное место. А сегодня еще и Международный день музейного селфи. Глобальный флешмоб с телефоном в руках. Ежегодно в третью среду января все музеи мира разрешают посетителям фотосъемку. Румяные щечки и озорной взгляд. По словам дочери Кустодиева Ирины, это она изображена на портрете, чтобы удержать собаку в статичном положении, художник привязал ее за лапку к стулу. Очень нравится этот портрет, тем, что он такой искренен. Сделаю селфи. Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.